Промзона в Тимошевске это настоящий город в городе. Десятки крупных заводов, больших фабрик и предприятий. Здесь готовят йогурты, сыры, знаменитые кубанские сладости и известный во всей стране кофе. А от них только банок с кукурузой и зеленым горошком. В прошлом году выпустили почти 100 миллионов. Завод «Кубанские консервы» на этом останавливаться не собирается. Мощности производства увеличивают за счет соглашений с иностранным инвестором, рассказывают Вениамину Кондратьеву. Главе региона показывают весь процесс. От початка кукурузы отделяют зерна, дальше по конвейеру они проходят отбор, водные процедуры, термообработку и затем их отправляют в банки. В планах еще и производство свежезамороженных овощей. Наш край всегда создавал, создает и будет создавать лучшие условия для инвестора, в том числе и из-за рубежа. Сегодня мы готовы сделать все, чтобы вы максимально росли в производстве, максимально насыщали наш рынок своей собственной продукцией. И мы уверены, что это наша продукция с вашим брендом, которая качественная, полезная и дает только здоровье нашему населению. А больше нам не надо. К слову, овощи консервируют в банке, которые тут же и производят на соседнем заводе. Упаковку делают и для расположившихся рядом других производств, например, в мысле Кубань. Промзону Тимашевска Кондратьев называет центром притяжения бизнеса. Такие промышленные и технопарки должны стать экономической реальностью всего региона. Сергей Ильич, у нас есть в Краснодаре вот такая же идея, такая же конструкция, такая же площадка для развития промпарка в Краснодаре. Только одна площадка. Площадка это восточная промзона. Но сейчас в ближайшее время, в течение месяца, будет утверждено еще дополнительно. Это все площадки по краю. Это и Армавир, и Тавюш-Лобинск, и Дельской район. Эти площадки должны быть обеспечены, именно обеспечены коммуникациями, инфраструктурой и всеми лимитами, которые необходимы для производства, востребованной сегодняшними интересами. Вкладывая собственные деньги, инвесторы доказали, что подобная модель развития экономики района жизнеспособна и, самое главное, рентабельна. Только за полгода сумма привлеченных денег приближается к миллиарду рублей. Все инвесторы – местные компании, которые расширяют свои производства и создают новые рабочие места. В кризисные времена это еще один плюс подобных промышленных парков. Анализируя, безусловно, перед поездкой в город и в район, экономику, вот, знаете, она достаточно выглядит благополучной. Я даже хочу сказать, что это, наверное, первый район, больше половины района в крае я уже проехал, где вот такая экономика. Город на слуху, традиции, которые заложены сегодня, слава богу, сохраняются. С точки зрения цифр, район выглядит очень благополучно. От промышленного сектора экономики в Тимашевском районе напрямую зависит социалка. Бюджет почти наполовину состоит из собственных доходов, и муниципалитет этим активно пользуется. Район – один из немногих в крае, где собственные деньги вкладывают в развитие социальной инфраструктуры. Тимашевский район – место, где нет очередей в детские сады. В это сначала даже не верит Вениамин Кондратьев. Речь о ребятах от трех до семи лет, уточняет его заместитель Анна Минькова. Теперь нужно устроить самых маленьких. Эти очереди актуальны действительно нет. Но, понимаете, мы с вами такие уже циники в этом вопросе. Мы все время вот только об актуальной очереди говорим. Но, тем не менее, в районе 1500 деток от нуля до трех лет, они тоже должны ходить в детский сад. Поэтому, конечно, решение по детским садам должно быть такое же активное, как вы демонстрируете сейчас, Алексей Викторович. То есть, активнее включайтесь в наши краевые программы, детские сады нужно строить. Во время разговора с местными жителями речь зашла об одной из самых серьезных проблем Тимашевска – ЖД-переезде, пересекающем въезд в город. Во время движения поездов участок перекрывается. На месте собираются многокилометровые пробки. Ведь только по этой дороге разрешено движение грузовиков. С учетом увеличившегося транзита на кубанских дорогах, Вениамин Кондратьев требует не затягивать с решением проблемы. Каким способом вообще планируется решать проблему эстакада, то есть переезд через железнодорожную площадь? Надо делать обход, северный обход города Тимашевска, с мостом и с двумя переходами, выходить потом в Полтавское, то есть это целая программа. Второе – это все-таки программу РЖД. Мы тут постараемся решить вопрос все-таки. Давайте, давайте только не прозеваем время, потому что, сколько знаю, проблема эта все время в Тимашевске стоит с этими переездами. В первую очередь необходимо определить, какой способ наиболее оптимален по стоимости и качеству. Предварительная цена вопроса варьируется от полутора до семи миллиардов рублей. В зависимости от варианта решения проблемы. Александр Иванченко, Мария Крошина, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Тимашевский район.